Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами возьмем страшную-страшную тему, которую боятся многие ввиду просто диких, каких-то непонятных шаблонных представлений в нашем обществе. Мы сегодня поговорим о влияниях и внушениях, и о технической базе для этого. Смотрите, внушения в нашей жизни, все понятно. Бехтерев очень хорошо написал свою работу, внушения в повседневной жизни в нашей он описал просто великолепно. Их роль на нашу жизнь тоже он великолепно описал. Можно найти это все, скачать в интернете бесплатно, почитать и понять. Более того, он там еще привел опыты с животными. И вообще Бехтерев, Дуров, Станиславский и Чижевский, они были просто молодцы, экспериментаторы, и очень весело и хорошо проводили время. Самое главное, что они оставили записи об этом времяпрепровождении для своих потомков, и записи весьма и весьма интересные. Но мы двигаемся дальше, и все-таки прошло уже 100 лет как минимум, и нам все-таки надо каким-то образом изучать, исследовать саморазвитие дальше. Общество не стоит на месте. Но техники влияния, техники влияния, которые предполагают наличие внушения, как-то далеко вперед-то не очень продвигались за эти годы. Влияние делится на две категории, если брать вот совсем глобально. Влияние на подсознательном уровне, там, где речь идет об индивидуальности человека, и влияние через коллективный уровень, через общий уровень, где мы все едины, то есть через бессознательное. Итак, мы рассмотрим все варианты сегодня. Первое. Влияние на подсознание. Для того, чтобы повлиять на подсознание данного конкретного индивидуума, что надо? Надо встроить нужную информацию в подсознание этого человека. Каким образом будет встраиваться информация? Информацию можно встроить через ритуал. Вспоминаем шаманы, ведьмы, бабки и так далее. Все, там, где нужны свечи, огонь, стихии и всякая другая фигня. Все вот это идет влияние внесения информации в подсознание человека. Второй тип влияния через энергоинформационный обмен. Когда человек делает специальные техники по энергетике. Они немножко будут отличаться. Там будут присутствовать какие-то пассы. Там будут присутствовать какие-то магические влияния и взаимодействия с энергетической штукой. Но это тоже относится сюда же. Мы через энергоинформационную составляющую вводим в подсознание человека информацию, что ему надо делать. То, что мы выбрали вроде как. Есть следующий вид техник влияния. Это работа через субличности. Мы понимаем, что в каждом из нас есть определенные шаблонные программы, поведенческие реакции. И вот эти поведенческие реакции образуют, автоматические реакции образуют у нас в подсознании блоки такие, наборы. И они идентифицируются как определенный набор качеств, как отдельная субличность. И вот можно одну субличность, грубо говоря, оттуда достать, а другую туда сформировать и отправить. И это техники замены субличностей. В свое время, когда они были разработаны, это была середина 80-х, начало 90-х годов прошлого века. Разработаны они, в общем-то, были американцами. И американцы уже потирали руки, что они повлияли на весь мир. Но не тут-то было. Поймите, вот эти вот техники, когда мы влияем конкретно на подсознание данного конкретного индивидуума, не спрашивая на то его согласия, разрешения и так далее, что мы нарушаем? Правильно, мы нарушаем закон свободы выбора. Закон свободы выбора или по-другому закон уважения к другому индивидууму. Мы все пришли сюда свободны, мы все здесь свободны, имеем право проявляться. И влияние другого человека на мою свободу без моего согласия – это нарушение закона свободы выбора. И знание и умение взаимодействовать с этим законом осознанно, либо просто не взаимодействовать и дать ему возможность откатить человеку обратно, потому что закон свою функцию все равно выполнит рано или поздно. Если не прилетело сразу после влияния, то прилетает после того, как человек, например, уходит из жизни. Энергоинформационное влияние, если оно было информацией прикреплено в его поле, эта информация после смерти все равно откатом возвращает лицу воздействовавшему. Но здесь есть такая тонкость. Мы думаем, что мы вот черную работу спихнули на другого человека, отвечать будет он. Или этот «я только выполн», а вообще ты же заказчик, да, и заказчик отвечает. Так вот, дорогие мои, причинно-следственные связи, как кровеносная система, прорастают ко всем. И эту лямку ответственности в дальнейшем тянет каждый закон свободы выбора, очень четко устанавливает гармонию. Здесь нет нарушений, вариантов нарушений, чтобы он этого не видел. Но можно не откладывать до момента, пока человек там уйдет в мир иной. Можно сразу войти в определенное измененное состояние сознания, где вы можете взаимодействовать с законом свободы выбора и запросить его экстренное вмешательство. И тогда он как огнем прожигает все вот эти вот вещи, убирает и при этом сразу наворачивает тому, кто это сделал. Я, например, этим делом пользуюсь, потому что, работая с экстрасенсами, с колдунами, ведьмами и так далее, очень многие из них свои способности пытаются демонстрировать на мне, не спрашивая на то моего согласия. Всяком случае, так было ранее, сейчас как-то они уже побаиваются. И в какой-то момент я поняла, что для того, чтобы мне все-таки быть самой собой, иногда надо взаимодействовать и с этими вещами тоже. Следующий вариант техник влияния. Вот эти вот техники, я их вообще называю неосознанными. То есть, если ты осознанный человек, нафиг тебе вообще влиять на кого-то вот так, да? Вот так мы можем не на уровне подсознания, а просто прийти и договориться, нам для этого род дан от природы, да? И мы двигаться можем. Пришел, поговорил с человеком, сел, договорился. И какие проблемы? Зачем влиять на его подсознание? Слушайте, это вообще из рода дури, да? Но есть интересные вещи. Есть интересные вещи, когда мы, например, повлиять не можем. Мы живем в этом обществе, и мы настолько, казалось бы, такие бессильные. И вот у нас вот такие законы, например, а нам не нравится этот закон, или он там ущемляет мои права, или-или. И вот мы понимаем, что на каком-то уровне общественном или на большом таком коллективном уровне у нас затык и развитие останавливается. Мы это начинаем наблюдать, и это начинает выливаться в такие напряжения, которые мы бы не хотели, чтобы эти напряжения в дальнейшем переложились на нас, и наших детей, наших близких и так далее. И тогда есть еще варианты техник влияния. Они глобальные, применяются нечасто, но они возможны. Опять-таки, их можно применять и в тех случаях, когда вы не знаете человека, или вы не знаете, как наилучшим, наивысшим образом решить какой-то вопрос, который нужен вам. Вот классная тема. Вы не знаете, кто будет решать, вы не знаете, как будет решать, но вас интересует конкретно точка B, которую мы должны примыть, чтобы это получить. И тогда используются техники влияния на бессознательном уровне, то есть на том уровне, где мы все едины. Закон свободы выбора действует и там. И поэтому там что надо для того, чтобы овладеть этими техниками? Необычайно высокий духовный уровень, базовое состояние в жизни не ниже радости. Понимаете? Иначе вы туда не попадаете, у вас просто входа не будет. Следующий вариант – это когда вы можете там работать. Когда вы очень хорошо трансово раскачаны, когда вы можете загружаться в достаточно глубинные измененные состояния сознания. Когда мне говорят «это тета, это дельта», слушайте, в этих состояниях будет активна вся кора головного мозга, примерно как в тех случаях, когда вы стоите на гвоздях. Но на гвоздях вы туда не попадете. Вот надо в это же состояние войти, но без гвоздей. Понимаете? И при этом сохранив определенное внутреннее, уже достаточно экстатическое состояние, и держать при этом осознанность. Это высокочастотное состояние, когда вы заходите и просто разговариваете с своим высшим «я», с Богом, с кем вы хотите, и говорите, что вам надо решить такой-то вопрос, или внести такие-то изменения, или сделать то-то и то-то. И вы просите показать вам или привезти, пригласить тех, кто готов выполнить это наилучшим, наивысшим образом для вас и для себя. И, как правило, такие персоны появляются. С ними дальше идут определенные технические моменты. И здесь мы уже можем вспомнить и символную систему, здесь мы уже можем вспомнить и сакральную геометрию, потому что в бессознательном важен язык символов и язык образов. И все-таки язык символов, он проще, доступнее и понятнее. И вот на этом уровне мы заключаем договор. Этот договор мы встраиваем в причинно-следственную связь. По сути дела, это и есть новая причинно-следственная связь. Она встраивается в жизнь тех людей, которые согласились вот на эту игру. Уже осознанный выбор и осознанную игру. И эта игра уже формирует осознанную реальность, осознанные изменения в вашей жизни. И так как она заключается с позицией вин-вин, на этом уровне вариантов договора, влияния, где хотя бы кто-то не выиграл, невозможно. Понимаете, это в нашей материальной жизни мы можем поставить человека раком и заставить его что-то делать, когда ему это невыгодно. Но там исключено. Бог этого не пропускает. И таким образом, я бы предложила сразу начать тренировать привычку, заботиться о том, чтобы выиграл и твой партнер уже вот в этой жизни. Понимаете, если он точно так же выигрывает, как и вы, то вероятность материализации чего-то совместного, реализации какого-то проекта уже резко возрастает. Но если ваш партнер не выигрывает, то он будет тупо создавать вам сопротивление. Это как на ручнике ехать. Понимаете, вы вроде едете и в то же самое время у вас горит лампочка на панели и машина сопротивляется. Так вот, дорогие мои, чтобы это не происходило, надо всегда заботиться о своих партнерах и формировать эту привычку в повседневной жизни, тренировать состояние и трансовую раскачку в повседневной жизни и потом доходить до моментов, когда вы сможете работать с коллективным бессознательным. И тогда очень многие моменты в вашей жизни становятся сказочными. Вот это, скажем так, подоснова для моделирования, осознанного моделирования реальности. Но это еще не все. На сегодня все. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч!